С наступлением холодов резко увеличилось количество возгораний автомашин. Основная причина – замыкание электропроводок. За минувшие выходные только в Карагандинской области огонь уничтожил 6 автомобилей. К сожалению, аналогичные случаи произошли и в столице. Алишер Ашимов расскажет подробнее. Легковой автомобиль загорелся в столице поздно вечером. Температура на улице была минус 32. Водитель в этот момент находился в салоне. Ситуация могла закончиться трагедией, если бы на помощь не подоспел Мейрамбек Искаков. В этот момент военнослужащий шел мимо и увидел, как водитель оказался заложником своего же авто. Сразу же позвонил на пульт 101, сообщил о происшествии, сообщил адрес. При первичном осмотре возгоревшейся машины внутри находящего человека мы не видели. Потому что я так как понял, не то что как понял, там было сидение откинуто на тот момент, когда мы его вытащили. В заведенной машине лежал, уснул. Когда было возгорание, уже когда салон начал полыхать, он проснулся, дверь переоткрыл. И хорошо, что он проснулся, натер лицо снегом, чтобы он не ушел в отключку. В этом году декабрьские морозы проверяют на прочность всех жителей северных регионов страны. Столбики термометра достигают отметки минус 40 градусов. В такую погоду автомобили просто не заводятся. Водителям приходится отогревать их. Многие даже делают на этом бизнес. Алло, здравствуйте. Только что наткнулся на ваше объявление по услугам отогрева машины. Вы предоставляете такие услуги? Да, все верно, предоставляю. Ага, подскажите, пожалуйста, по цене как? Ну, по цене в пределах 10 тысяч будет. Все без проблем, все в порядке будет. Даже не переживайте, приедем на адрес, все сделаем. Многие обращаются, многим делаем. Но если отогревать автомобиль открытым огнем при помощи паяльной лампы или горелки, это может привести к пожару, отмечают специалисты. С начала года в столице произошло 190 пожаров на автотранспорте. По сравнению с прошлым годом, это на 20 больше. Наибольшее количество пожаров на автотранспорте происходит вследствие некачественно проведенного технического осмотра, ремонта автомобилей, также неисправной электропроводки и установки дополнительного электрооборудования. Если в качестве топлива используется газ, то необходимо регулярно обследовать газовое оборудование. В целом причин для возгорания автомобиля много, рассказывают спасатели. Самое распространенное – короткое замыкание электропроводки. Только в Карагандинской области за выходные сгорели шесть автомобилей. Пожары зафиксировали также в Тимиртау и Шахтинске. В этом году в регионе зарегистрировали 144 таких возгорания. Один человек получил травмы. Чтобы избежать неприятностей, необходимо вовремя проходить технический осмотр, советуют специалисты. Автомобиль необходимо проверять тщательно, проходить техосмотр не реже одного раза в полгода. Если машина на газовом оборудовании, то вовремя обслуживать в официальных сервис-центрах. Утечка газа, зажжена сигарета – все это может привести к взрыву за считанные секунды. С начала года в Казахстане произошло больше двух тысяч пожаров на автотранспорте. Сейчас, в период сильных холодов, необходимо следить за исправностью электрооборудования, топливной аппаратурой двигателя и герметичностью отмечают специалисты.